В эфире новости сейчас в студии Юлия Перцова. Здравствуйте. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси с федеральным канцлером Австрии. Себастьян Курц проинформировал Александра Лукашенко об изменениях на австрийском политическом поле. В свою очередь белорусский лидер лично поздравил федерального канцлера с назначением на этот пост. Стороны также обсудили в целом наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их ни в коем случае нельзя потерять. Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, наш президент пригласил европейского политика приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов. Отдельно стороны обсудили прошедший в Минске форум «Восточная Европа в поисках безопасности для всех» экспертной инициативой «Минский диалог». Себастьян Курц подчеркнул положительные итоги состоявшейся конференции. Говорили и о встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которую, как планируется осенью, примет наша страна. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в проведении этого мероприятия. Говоря о двустороннем сотрудничестве, Александр Лукашенко отметил позитивную динамику в развитии отношений между государствами и выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия, обозначив приверженность к дальнейшему развитию сотрудничества с Австрией. Эта страна прочно вошла в число ведущих инвестпартнеров Беларуси, например, в секторе телекоммуникаций. Функционирование этой сферы также затронули в телефонном разговоре. В частности, коснулись работы на рынке и дальнейшего развития компании «Велком», которая является дочерней в холдинге «Телеком Австрия». Развитие производства в Беларуси современного железнодорожного транспорта обсудили на встрече Александра Лукашенко и владелец группы компании «Штадлер-Петер-Шпуллер». Глава государства напомнил о позитивной истории сотрудничества со швейцарской компанией. Вы, приехав через некоторое время, предложили создать в Беларуси прекрасное, инновационное, перспективное предприятие. Мы его создали. Оно работает прекрасно, как я информирован. Там загрузка предприятия есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия. И для меня это очень интересно. И я хотел бы уже из первых рук, что называется, из первых уст, услышать предложение о развитии вашего присутствия в нашей стране. Сегодня же в центре внимания президента была и подготовка к Высшему Госсовету Союзного Государства. Александр Лукашенко, министр иностранных дел России и Сергей Лавров обсудили детали предстоящего саммита, а также уточнили дату его проведения. К этому часу всего. До встречи. Всем вечера. Субтитры создавал DimaTorzok